Поднимите руки, кто был на конференции по карьере в Екатеринбурге, где была моя тема создания клиентской базы. Немного из них лидеров. Раз, два, три. Вы потом в образовательном портале нашли пирамиду клиентов? Отлично. Для того, чтобы понимать структуру появления клиентской базы и структуру нашего бизнеса, мы с вами должны знать треугольник под названием «Треугольник Маслоу». Итак, напишем, нарисуем треугольник на весь лист бумаги. Сейчас нарисуем треугольник. Итак, это называется треугольник потребностей или иерархия, скажем так, ценностей или вообще иерархия социальных слоев. Не важно, что это будет. Значит, где вы можете найти ссылки? Ссылки вы можете найти на образовательном портале конференции по карьере в Екатеринбурге. Там есть мое выступление с подробным описанием всех уровней клиентов, которые могут быть. Но, значит, для того, чтобы сразу снять вопрос по слову «дорого», значит, вы сейчас распишите вот этот треугольник на как бы три уровня. То есть еще две полосочки. Внизу полоска и ближе к верхушке полоска, да, то есть три уровня. Значит, все, что продается в этом мире, создается в этом мире, имеет свой уровень принадлежности. Значит, если говорить о социальном распределении людей, общества нашего, то мы увидим, что низ составляет основную, самую большую часть населения. И это называется масс-маркет, то есть массовый уровень производства. Внизу можете написать вот этот основа треугольника, масс, две буквы, S-маркет. Следующий уровень, или это средний уровень, он так и называется средний класс потребления, или мидл-маркет. И вершинка треугольника называется люкс, класс люкс, или элитарный класс. И, соответственно, если вы посмотрите на этот, на эти уровни в этом треугольнике, что вы увидите? Самое большое количество товаров производится для самого большого количества людей, которые находятся на, скажем так, самый нижний уровень, да, это люди с самым маленьким уровнем доходов. Понятно, да? То есть это различные наемные, скажем так, работники, которые приходят на предприятие с трудовой книжкой, и которым сразу оговаривают их доход в течение месяца. Если у людей есть возможность подрабатывать еще, то они, ну я не знаю, сколько максимальное число трудовых книжек может иметь человек. Вот вы знаете, нет, а? Две, но вот я знаю рекорд три. Вот, сейчас, в принципе, это законом не оговорено, и поэтому все в зависимости от графика работы, особенно это преподаватели, либо врачи, они могут вот таким вот образом крутиться, как белка в колесе. Вот, естественно, что это люди, почему у них три работы? Потому что им не хватает денег. Поэтому это люди, которые постоянно ощущают вот этот денежный дефицит, и, естественно, все, что лежит за рамками, скажем так, обычных нормальных потребностей, для них будет дорого. То есть это люди, которые, скажем так, привыкли экономить. Как правило, это женщины, которые экономят на себе. И, естественно, из предлагаемого рынка товаров они выбирают что? Самое дешевое для того, чтобы оставить там часть средств детям на питание, на еду элементарно. Как правило, это уровень, я бы вам сказала, как его можно назвать? Это уровень выживания. Это уровень выживания, в котором живет подавляющее количество земного шара. И поэтому, естественно, что есть люди, для которых то, что предлагаем мы, средства из индустрии красоты, является роскошью. И, естественно, все разговоры, связанные с достижениями, в том числе бриллиантовыми, для них находятся вне плоскости их представления жизни. То есть им это автоматически не нужно. И поэтому очень часто, рассказывая Золушке о бриллиантовых наградах, вы просто теряете зря время, потому что ей нужно, наоборот, рассказывать о деньгах, как можно заработать при помощи нашего бизнеса реальное количество денег. Вот средний уровень, да, смотрим, уже поменьше, да, но тем не менее мы видим, что это уже уровень, как правило, топ-менеджеров компаний, или это уже индивидуальные предприниматели, то есть люди, которые ведут свой бизнес, мелкий бизнес и так далее. И это как раз те потребители, чей девиз, значит, девиз у нижнего уровня какой? Побольше и подешевле, да? То есть если мы будем рядом писать, значит, цель потребления, да? То есть побольше и подешевле, да, побольше и подешевле. Поэтому для них ориентированы были все, вот, скажем так, эти кафе быстрого питания, быстро растворяющиеся продукты и так далее, и так далее, и заморозки. То есть вот все для того, чтобы человек быстро не заморачиваясь, там поел и ушел на работу. То есть это не для роскоши, а для поддержания просто организма в рабочем режиме, да. Значит, если мы будем говорить о цели потребления вот этого среднего круга, то это какой будет девиз? Пусть дороже, но качество. То есть качество в первую очередь. Да, лучше меньше, но лучше. То есть пусть это будет дороже, но главное, чтобы это было качественно. Поэтому это уже круг людей, на которых ориентированы не просто столовые, там, предположим, закусочные, да, и системы быстрого питания, а уже кафе, рестораны с персональным обслуживанием. Это уже не магазинчики в огромных гипермаркетах, а персонализированные магазины, да, где человек, если он идет за обувью, значит, он идет конкретно за обувью. Он не идет в гипермаркет, и по дороге он может потратить, там, предположим, на что-то еще, да. Вот, естественно, что уже для этих людей существует тоже, ну, сейчас всем собирают телефоны, анкеты, и выпускают свои карточки, но, тем не менее, персонализированный подход существует. Как правило, этих клиентов поздравляют с днем рождения, да. Это вот как раз многие из вас, вы присутствующие, это люди, которые ходят, посещают фитнес-центры, то есть они могут прибыль вкладывать уже в свое здоровье. И следующий уровень потребления – это потребители класса люкс. То есть это совсем маленький треугольничек, их вообще мало, да, их, соответственно, обслуживает, если, предположим, нижний уровень, его никто не обслуживает, да, то есть человек пришел в тот же самый гипермаркет, да, или куда-то, и сам что хочет, взял, ушел. То, если это средний класс, то ему уже, как правило, кто-то его сопровождает, как правило, один человек. И класс люкс, то там на каждого клиента находится минимум три человека из обслуживающего персонала. Ну, вот, например, это уже люксовые бренды с люксовым обслуживанием. По этому пути в свое время пошла, значит, Estee Lauder, да, хотя они с Мерикой начинали вместе и знали направление деятельности друг друга. И там большая часть, значит, денег вкладывается уже не в содержание, а во внешнюю оболочку, да. То есть если вы возьмете пудру Estee Lauder, то сама пудра, может быть, она и стоит, там, предположим, ну, 10 долларов, но сама коробка будет стоить 30 долларов, потому что она украшена стразами, с какими-то вот уже вкраплениями в металл. То есть это уже будет больше предмет роскоши, чем средство, которое реализует проблему. Понятно, да? Вот, ну и, соответственно, вот эти три разных социальных слоя, они, соответственно, формируют свою клиентскую базу. И если стиль работы масс-маркета, он как характеризуется, чем характеризуется? То есть если у человека из нижнего вот этого уровня девиз «меньше да лучше», то это будут рекламы, например, открывает человек брошюру, там стоит цифра, например, 300, она перечеркнута, и красным фломастером на всю страницу будет написано 99. То есть это сигнал для потребителя уровня масс-маркет. На средний класс так не сработаешь. То есть человек понимает, что все хорошее не может стоить дешево. Все хорошее – это всегда будет качество. А качество – это всегда высшее сырье, это гарантированный результат и возврат денег в случае, если вам не понравилось. Ну и, соответственно, люкс. Люкс там вообще цены не пишет, потому что люкс подразумевает знания внутренних торговых брендов. Например, компания «Мэри Кэй» на каком из этих уровней относится? Это «мидл» маркет. То есть мы с вами ориентированы на создание так называемого потребителя с умом. Для женщины, которая не богатая, но которая умная, которая начинает ценить себя, ценить свое лицо, кожу, время и позволяет себе прислушаться к мнению консультанта и начинать организовывать свою жизнь, позволяя, чтобы кто-то был ее консультантом. Поэтому, ну как вы себе представите, Золушка, вот может себе представить, что у нее будет консультант? Конечно, нет. Но если мы расскажем этой женщине, да, из этого нижнего уровня, что ты такая же, как и я, и можешь всегда подняться, как раз из Золушек получаются самые лучшие консультанты по красоте. Потому что их мотивирует только одно – деньги. Вот. И почему, скажем так, ну у каждого уровня разный уровень денег, и почему основной слой национальных лидеров сформировался после 10-15 лет работы компании в России? Потому что это вот как раз та среда Золушек, которая наслаждалась теми доходами, которые нам предложили, но не думала ни о бриллиантах, ни о мерседесах и так далее. Но компания Mary Kay состоявшихся, то есть вот средний класс, он ведь тоже делится на две части. Middle, который внизу, и Middle Up. Так вот Mary Kay – это Middle Up, то есть это верхняя часть серединки, которая приближена к верхнему треугольнику. Понимаете, да? Middle Up. И поэтому маркетинг вот этого уровня, он уже подразумевает использование наград, призов и выпуск ограниченных коллекций класса люкс. Понятно, да? То есть именно Middle Up чем отличается? Что там есть ограниченные коллекции, ограниченные предложения для тех, кто любит что? Эксклюзив, чтобы было только у меня и больше ни у кого. Вот и поэтому, что в косметике, это предположим какие-то наборы, да? Что в мотивационных программах, да? Самой высшей наградой является бриллиантовое украшение, да? И различные атрибуты, связанные с жизнью человека из высшего общества. То есть это машины, да? На которые обращают все внимание, потому что розовое Мондео, ну, сами понимаете, это не для тех, кто выбирает машину, например, там подешевле, да? То есть сам по себе розовый автомобиль это уже провокация, это уже эпатаж, да? Особенно если оттуда выходит женщина красиво ухоженная, и еще она сверкает бриллиантами, а еще открывает фотографии и показывает, что она еще была в путешествии мечту, да? За счет компании. И вы сами понимаете, то есть это уже все то, что выбивает людей на совершенно новые ощущения узнать. А еще она когда говорит, что я такая же, как вы, но благодаря Мерикой я стала, да? Вот тем, кем вы сейчас меня видите. Конечно, это все направлено на вовлечение вот в этот новый какой-то загадочный мир, бизнес Мерикой. Поэтому, когда человек говорит дорого, вы совершенно четко должны, во-первых, понимать две вещи. Первая вещь – это дорого по сравнению с чем, да? Потому что за дорого может скрываться все, что угодно. За дорого может скрываться понимание того, что женщина представляет, что помада Мерикой, вот у меня часто такие случаи бывают, стоит сейчас тысяча рублей. Я говорю, вам кажется, что помада за 400 – это что, дорого? Она говорит, что значит 400? Не может, чтобы помада Мерикой стоила 400. Это было там 10 лет назад. Говорит человек. Она говорит, сейчас наверняка тысяча. Я говорю, нет, вы ошибаетесь. То есть, опять же, происходит что? Происходит создание вот этого образа, потому что то качество, которое мы предлагаем, оно создает эффект на уровне люксового представления, да? И человек, видя женщину Мерикой, думает, что это уже автоматически дорого. Но вы понимаете, что это игра? Ведь Мерикой сказала, да, девушке, которая мыла пол в отеле, где Мерикой проводила семинар, зачем ты моешь пол, когда ты королева? Притворяйся ею до тех пор, пока не станешь. Поэтому мы все можем подрабатывать там, кто где мыть пол или там в субботу где-то дежурить. Но, тем не менее, наша задача в голове своей формировать вот этот образ успешный и изображать в себя королеву, как бы вы ее были, если были на самом деле. Вот это и есть самая большая трудность заставить свой мозг, да, свое сознание представлять лучшее, играть в лучшее. И, значит, соответственно, вся вот эта вот наша клиентская база, она тоже будет расслаиваться по этому же треугольнику. Значит, второй треугольник рисуем. Второй треугольник рисуем, и начнем сверху. Здесь уже будет пять уровней. Пять уровней, да? Там просто middle market, но есть middle up, который выше к люксу. Вот это понятно? Понятно, да? Здесь вся вот эта вот изюминка состоит только в игре сознания, понимаете, в игре мыслей. Кто я? Это вот вечный вопрос, да, как у Достоевского. Кто я? Или вот тварь ползущая, да, или все-таки птица, которая может расправить крылья. Правда? Поэтому отношение к себе, любовь к себе, развитие своего потенциала, это единственное, что может быть в этой жизни достойного внимания. Об этом и Чехов писал, да, что задача человека каждый день выдавливать из себя вот по капле раба. Какого раба? Раба собственных предрассудков, да, потому что мы все с вами отражаем на самом деле, что сценарий в своей жизни заложено. И то, что мы восприняли в свое время неосознанно, когда были маленькие, да, кто я? Или право имеющие, или королева. Вот я, вы знаете, разговаривала с одной национальных лидерах, которая, меня вообще интересует вот эта вот пятерка национальных лидеров, кто самые первые стали. И вот одна из них, вошедшая в эту пятерку, она мне говорила, мне так странно, что женщины так медленно становятся национальными лидерами в нашей компании. Я говорю, ну, ты понимаешь, наверное, это связано с каким-то представлением о себе. Она говорит, да. Я всегда вспоминаю, рассказываю своим тоже лидерам самые сильные воспоминания детства, когда меня папа ставил на стол, я была маленькая, мне было там два или три годика, и он бегал вокруг этого стола и говорил, моя дочка королева, моя дочь самая прекрасная на свете. И прежде чем заснуть, он, значит, ну, перед сном там какую-то сказку рассказывал, и говорит, Лен, ну, не буду говорить с имя, она вот такая-то, потому что она самая умная там как королева, самая там быстрая как птичка, самая там у нее голосок там как у этого, и вот пока он мне десять пальчиков не загнет, какая она, самая лучшая, понимаете, и это было каждый день, каждый вечер перед сном. Представляете, соответственно, какая была у этой женщины внутреннее самоощущение, когда она пришла в компанию и узнала, что она здесь может стать национальным, и поэтому ее путь в статус национального лидера был два с половиной года. Вот понимаете? То есть все зависит от того, насколько мы внутри сами себя соотносим, да, вот в тот статус.